Мы на месте. Мы приветствуем Галину. Интересуемся, готова ли она к проверке, доверить ли она нам свое биополе на период сеанса. Она полностью в подключке. У нее пополам одна часть, как робот она, и на руке она другой тоже, как по локоть установка стоит. И она как вот вторая часть глазом дает знать, что она загласная и сковывает эту установку полностью. Сейчас разберемся. Галина, вы уже здесь. Итак, скэнер просканируй Галину, отключи эти голограммы, которые стоят, все подключки. Выведи их из биополя до последнего чипа датчика импланта, все отключается. Она как база электростанции для этой подключки. Хорошо. Галина, вы меня слышите сейчас? Галина, вы можете вернуть эту боль, эту подключку тому, кто вам ее установил, если у вас будет такое желание. Я база собака отомстила, кто это сделал. А мы проверим сейчас и собаку, так что все будет нормально. Хорошо. Я даю команду на счет риск. Скэнер сканирует пространство над головой Галины, под ногами 360 градусов вокруг нее. Скэнер сканирует систем тонких тел Галины, находит все. У меня вышел спрут небольшой. Это рептилоид. Один. Сейчас подожди, посмотрю. Какой у нас рептилоид? Он защищается. От меня? Но он дает, как такую голограмму ставит впереди себя. Рептилоид. Я в тебе сейчас дырку сделаю, если ты не прекратишь мне этот театр здесь. У меня есть все возможности тебя уничтожить прямо здесь. Влад, направь на него печать семи архангелов, сожги его голограмму мощным ударом. Значит, три. Один, два, три. Удар. 384. 384. Хорошо. Ну что, где твои защиты, рептилоид? Он информацию дает, что она батарейка, электростанция работает. А кто тебе давал разрешение на это действие? Сегодня ты будешь электростанцией, потому что я в тебя игры, установлю эту конструкцию, включу ее на полную мощность. Вы воздействовали на животное, на собаку ее? Ликвидировать. Собаку? Команды были такие, да. Собаку? Хорошо. Ну это вы большую ошибку сделали, Галина. Перед вами стоит виновник этого торжества, ответственный за мучения вашей собаки. Хорошо, Вера, мы можем поднять тонкую копию собаки сюда, по каналу? На мамажу, но это далеко, и лучше с делом рядом быть. Согласен. Хорошо. Тогда сделаем следующее. Грей, сколько находились в этом биополе с конструкцией? Девять месяцев. Они назад отключились, а 8 месяцев начали делать конструкцию, устанавливать, наращивать больше и больше. Вы понимаете, что вы... Они попробовали, у них получилось, и они пошли дальше полностью, забирая тело часть за часть, отключая. Вы воровали что-то? Биоматериал, частички души? Они через нее что-то делали. Они как... от нее как идут потоки какие-то в разные стороны, от этой подключки от электростанции. У них где-то стоят платы, то есть там, где она живет, в округе, у них стоят платы, и от нее идут какие-то импульсы к этим платам и сбор энергии, как от нее, так и с плат. То есть это как база, она не туда собирает. Было бы неплохо эту базу сжечь. Если она подключена к квартире, она... То есть канал, наверняка можно ее сжечь. Дать такой сильный удар, несколько десятков миллионов герц, и превратить это все в пепел. Как ты считаешь, рептилоид? Хорошая идея? И так уничтожили эту конструкцию. Может, еще больше смогу уничтожить. Вы ж хотите уничтожение? Вы ж пришли в биополе его уничтожать. Вы уничтожили здоровье собаки. Грей, рассказывайте, как вы собаке? Что вы там сделали с ней? Или кто это делал? Настойчивая она, собака. Что вы сделали с собакой, я спрашиваю? Что вы там перекрыли ей? Собака лезет куда не надо, а получается. Получает шоковый удар от этой конструкции. Ее вибрации намного ниже, чем конструкция. И чужеродная ей, но она настырная, настойчивая. Хорошо. Вера, я думаю, здесь будет лучше отдать их в компетентные органы сразу, потому что это остальное мы сами уже сделали. Итак, у нас кроме спрута и конструкции ничего нет, да? В смысле, рептилоиды играешь? Нет. А я не знаю, спрута может что-то есть. Конечно есть. Спрут, выходи, собирай все, что ты оставил, возвращайся назад быстренько. Давай. Так как голова занята конструкцией, спрут гордли и сердце. Клапаны у него тут. Клапаны в виде присосок он снял. Хорошо. Больше не приходи в это биополе. Все понятно? Оно в доме находится. Показывает ванну. Хорошо. Я тебе сейчас открою портал в дом. Пойдешь в дом, соберешь все, что ты там оставил. Я приду, проверю, отпущу тебя. Все понятно? Да. Открывается портал в квартиру Галины. Спрут уходит туда, закрывая печать и растворяя. Хорошо, Ли, я прошу тебя выйти на связь. Хорошо. Рептилоид 2 Грея, 384 рептилоид. Девять месяцев, восемь месяцев конструкция находится. Сделали из нее электростанцию, собирает там в том районе, где она живет, энергии. Хорошая работа. Я тогда, если ты не возражаешь, пойду в квартиру и уберу там все, что, если я найду там центральную эту станцию. Это есть центральная. От нее идет излучение к платам. Много плат будет найдено и убрано. Благодарю за работу. Плату мы заберем. Не плату, а электростанции. Хорошо, что не повредила в рабочем состоянии она. Нелегко будет найти плату подсоединения. Отлично. Их забрали. Хорошо. Включая Галини внутренний белый свет и римсветом, она выдавливает из себя все негативное. Патогены, низкоабрационные, чужеродные, находящиеся в ее биополе. Свет пошел, энергия выходит. Она выдавливает всю эту энергию излучения в ее биополе, которое может присутствовать. Все на частотах рептилоиды и греев и их подключки выходит, формируется перед ней в шар. У нас немного выходит. У нее из горла, из сердца, из глаз, головы выходит. Отлично. Усилию потоки. Даю Галини 100% энергии. Открывая воронку в галактическое ядро, под ним он уходит на переработку. Закрывая, опечатывая, растворяя. Посмотри, сколько энергии нужно Галини и какая частота вибрации. 380 ей нужно и 25. На счетре макушку головы Галины начинает поступать 7 высокоабрационных потоков по 380%. Каждый 1, 2, 3. Потоки пошли. Наполняет, усиливает. Все необходимые ей цвета начинают поступать. Мощность потока усиливается. Частота вибраций поднимается до 25 Гц. Пошел подъем. Информация идет, когда она себя закачивает энергией. Она должна чувствовать, как энергии поступают. И на физическом уровне она должна чувствовать, как она наполняется. Изменения происходят. Только так эти энергии помогут ей. Только так она поймет, что она чистая. Всегда идет какое-то чувство, какая-то дрожь, какая-то теплота или холодок. Все это ощущается. Это как обратная связь. Визуализация поможет очень. Визуализация этого процесса, безусловно, очень необходима. Готово. Синхронизируется энергия, вибрация гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Хорошо, Галина, как вы себя чувствуете? Она говорит, скрежет, в горле прожжет. И мягкость какая-то в цели появилась. Сейчас пойдет процесс излечения, все будет нормально. Сейчас мы вернем вас и назад, и после этого перейдем к чистке вашей квартиры и займемся собакой. Для освоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию Галины в ее систему Биоробот Душа. Заводим, подключаем к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация, гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. У Галины есть какое-то уныние, грусть постоянно где-то внутри. А ей обязательно нужно чем-то заняться, чтобы у нее ушло. Это интерес ей нужен. У нее интерес потерян. Хорошо, мы передадим эту информацию. Это важно. Это от куратора идет информация. Отключаемся от объекта. Квартиру Галины ты видела. На счет 3 ты стоишь перед ее входной дверью. 1, 2, 3. Ты перед квартирой. Да, я здесь. Входи в квартиру. Я здесь, кратка установилась. Хорошо, кто у нас там? У нас врут, и я не пойму, что здесь какое-то как облако. Снимаются маски и голограммы. Облако предстает согласно своему эфирному коду ДНК. Здесь плата дракона в спальне. А дракон где? Я не вижу дракона. Он, видимо, в комнате, кто живет в этой спальне. Хорошо, притягивай силами его намерения. Дракона в эту клетку-тюрьму. 1, 2, 3. Стоит в клетке. Синий дракон. Хорошо, синий дракон. Сделать тебе больно? За что? Что ты здесь делаешь в этом доме? Почему ты платы свои поставил? Почему ты находишься в биополе в этой квартире? У тебя есть контракт на нахождение здесь. Ты отдавал кто-то разрешение на присутствие в его биополе. Тебе кто-то разрешал устанавливать эти платы? Я слушаю. У меня было отпора. Я воспользовалась. Ну вот я стою перед тобой. Отпор. Если ты не понимаешь нормально, что нельзя нарушать законы мироздания, мешать людям, затрудняя их жизнь, отсасывая эти энергии в свои платы, то приходят такие, как я и Вера. Мы делаем таким, как ты, больно. Например, печатью дракона. Быстро выходи, собирай все, что ты оставил в этой квартире, все свои платы, отключайся от того, в ком ты сидишь. Это в твоих же интересах. Потому что если я тебя найду второй раз в его биополе, то я тебя просто реально сожгу. Что происходит? У него в сердечной чакре стоит плата дракона. Он ее снимает. В его интересах. И снимает комнаты. Хорошо. Готов. Больше в эту квартиру, в эту биополе ты никогда не зайдешь в дракон. Я хочу получить слово синего дракона, что ты этого не сделаешь. Открывается наверху портал на чистоте синего дракона. Забирает все, что принес, уходит на свою чистоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готов. Спрут. Ты все собрал? У него в ванной присутки были, все собрал, да. Готов уходить? Готов. Открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте спрута. Он забирает все, что принес, уходит на свою чистоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Давай, найди в квартире эту установку рептилоида и грейф. Все, что я вижу красным цветом, это отдельные, как электронные частицы, которые остались на кровати. Хорошо. Селаем его намерение. Собирая все электронные частицы, которые находятся от этой установки в квартире Галины. Значит, 3, 1, 2, 3. Все частицы летят, собираются в шар. Перед тобой ты видишь четко и ясно. Красный шар. Открывай воронку в галактическое ядро под ним, и это все уходит на переработку. Закрывай, опечатывай, растворяй. Хорошо. Посмотри порталы в этой квартире, если они есть. Ты видишь их четко и ясно. Портал есть в ванне. Пошли в ванную. Где там? В самой ванне. В самой ванне. Под ванной открывай воронку в галактическое ядро. Портал, фантом портала и частицы уходят на переработку. Закрываю, опечатаю, растворяю. Готово. Еще что-то есть? В комнате детей, в шкафу, в талок. Но он не портал, волнуется он от компьютеров, установленных там. От компьютеров. Хорошо. Значит, тогда я открою портал под этим шкафом. Один, два, три. И портал, фантом портала, частицы портала. Все это волнение уходит в галактическое ядро вместе с фантомами на переработку в чистую первичную энергию до последней частички. Закрываю. Хорошо. Давай сейчас займемся собакой, а потом сразу же квартиру и наполненными энергиями, да? Да. На счет три появляется перед тобой тонкая копия собаки Макса. И Макс стоит перед нами. Я вижу его. Привет, Макс. Мы пришли тебе помочь. Что? Рептилоид с Грэмми на тебя напали со своей установкой, да? Макс боец. Он смотрит, как маш с хвостиком. Так случилось. Ничего. Сейчас мы посмотрим. Мы можем тебе как-то помочь? Он говорит, ты же видишь, мое тело пробит. Все шло на физическое. Скорее всего, уже поздно. Можем попробовать в любом случае. Включаем внутренний белосвет Максу. Этим светом выдалит из себя все негативное патогенное низкое аббрационное чужеродное находящееся в его биополе. Свет пошел, энергии выходят и формируется перед ним шар. Также энергии болезней выходят все до последней частички. Вся радиация выходит из него, летит в этот шар. Да, будет так, а так и есть. А, это плохо. Он потерял надежду. Вышло в шар все. Макс, не надо терять надежду. Ты же видишь, помощь пришла. Большой шар. У собаки большая, как мяч большой. Открывая воронку в галактическое дро, шар уходит на переработку, закрывая, печатая, растворяя. В макушку головы Макса начинает поступать необходимое количество ему собачьей энергии. Один, два, три. Потоки пошли. Все цвета ему необходимы, наполняет его. Закрываются пробоины в тонких телах. Частота вибраций поднимается до комфортного уровня Макса. Пошел подъем. Дополнительно поток энергии собачьей души. Готово. Синхронизируется энергия, вибрация гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. Один, два, три. У него много энергии. Макс будет спать, чтобы они распределялись. Хорошо, готово. Мы еще не закончили. Хорошо, отлично. Я даю команду. На счет 3 появляется в этой квартире наш скэнер. Один, два, три. Скэнер стоит в комнате. Скэнер удивлен, но он в комнате. Хорошо, я прошу скэнер включить. У него есть программа для лечения тонких тел собак? До этого момента не было. Дай команду. Я прошу сделать апдейт скэнеру на лечение собак и кошек. Один, два, три. Скэнер получает самое последнее обновление и будет в состоянии лечить и собак, и кошек. Но у него много животных пошло. Он загружает полностью все. Да, операционная система. Здесь и лошадь, и птицы. Скажешь, как закончится. Готово. Отлично. Кладу Макса в этот скэнер. Ты знаешь, у него такое, я бы назвала это, корзинка такая энергетическая появилась, куда переместилась собака и встала в скэнер. Хорошо. Дай команду скэнер. Просканируй сейчас с Макса. Найди все пробоины в его тонких телах, все проблемные зоны, особенно задние лапы, где он не может ходить. В автоматическом режиме проведи операции, необходимые действия для того, чтобы излечить его до 100%. Скэнер начинает. Пошел процесс. Ну, во-первых, он уплотняет его тонкие тела, он прямо их наращивает, наращивает, чтобы физическое тело питалось постоянно энергиями, чтобы он не терял энергии вообще. Отлично. И помимо этого, скэнер выходит как маленькие иголочки, они проходят через все тело собаки. Я знаю, что они выполняют, какую роль. Видимо, у него есть какие-то точки внутри. И вот эти иголочки, они его... Стимулируют в этих местах. Можно так, да, назвать, если они поднимаются, отпускаются. Их много и показывают с головы до самого хвоста. У него как точки есть, которые их... Иглотерапия. Они, подожди, они оживляют его нервную систему. Отлично. Тот же самый принцип, как и иглотерапия. По точкам. Чтобы у него начали чувствовать лапы. Рефлексы восстанавливают они. Значит, ему больше сеансов надо, поэтому... Больше сеансов? Вот эта функция иголочная, она остается, и вот эта корзина, в которой собака энергетическая, она тоже остается. Хорошо. Я программирую ее. Даю команду на счет три. Эта коробка, в которой находится собака, программируется на ее излечение. Один, два, три. Постоянно дает ей те необходимые энергии, которые ей необходимы. Излечит ее во сне, питает и наполняет жизненной силой. Пошел процесс. Она перенеслась из генера, это корзинка. Она такого неоного голубоватого, но очень бледного цвета. Да. Как корзинка, и все, собака в ней. Отлично. Хорошо, скэнер. Я благодарю тебя за работу. Отключайся и поднимайся в нашу комнату диагностики. Готово. Хорошо, собаке мы помогли. Возвращаю тонкую копию Макса в его систему Биоробот Душа. Заходит, подключается к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Синхронизируется, гармонизируется на всех уровнях. Значит, собаке очень поможет, если Галина будет визуализировать вот эту корзинку на том месте, где лежит собака. И представлять плотную энергию вокруг, наполняющую собаку. Эти иголочки, которые работают тогда, когда нужно, они не должны работать, всегда запускать их. То есть быть телепатически на связи с собакой, так же, как собака помогла ей Максу. И еще один момент, подожди. Представлять, что она встает на лапке. Визуализировать, как она встает и исцеляется. Да, встает в этой же корзинке, визуализировать, что она стоит на лапках. Хорошо, мы это все Галине передадим. Это нетрудно, она сама с этим справится. То же самое Галина должна визуализировать этот купол. И представлять лучи по всей квартире. Очищающие квартиры, да, фиолетовые лучи. Они как дождик, такие длинный дождик на елку, которую раньше вешали. Можно так представлять, только они из света, не блестящие. И они уничтожаются в патогенной квартире. Галине можно развиваться в этом направлении. Отлично, хорошо. Знаешь, от Галине поставь еще Меркабу. То есть она у нее стоит, но ты ей подсвети. Активирую, хорошо. Меркаба активирована для структуризации энергии Земли и космоса и воссоздания защитного каркаса в биополе Галины. Готово. Отключаемся от квартиры. Поднимайся в комнате диагностики. Пошел подъем.